Приветствую вас! Конечно, его может быть и отвратили от вас, безусловно, но только проблемы это по сути своей не меняет. Да, проблема, она в общем и в целом заключается в том, что мужчина ушел, да, с вами его больше нет, вот, и вы, собственно, переживаете из-за этого. И я честно вам скажу, да, честно скажу, я не знаю, я не знаю, отвратили его от вас или нет, этот вопрос лучше решит эзотерик. Что-то вам, вот, к эзотерику лучше обратиться в этом плане. Мне кажется, что будет больше пользы и долгу. Вот, но с точки зрения, с точки зрения психологии, с точки зрения именно психологии, дело здесь не в том, что его, значит, отвратили от вас. А дело здесь в том, что он по какой-то причине решил сам, вот он сам решил так себя, так себя вести. То есть он сделал этот выбор. Знаете, вот с точки зрения психологии, да, человек сам принимает решение и сам действует. Если у вас сложилась такая история, что вот мужчина ушел и так далее, значит, у вас есть выбор. Либо вы думаете, что все дело исключительно в отворотах и ориентируетесь вы на это. Либо вы думаете, что дело может быть все-таки в чем-то другом еще, вот. И проводите анализ, значит, вместе с психологом, например. Вы анализируете, что и как происходило между вами, были ли у вас какие-то, может быть, проблемы, вот, между вами. Что мужчина, например, говорит сейчас, как вы к нему относитесь, к своему мужчине, опять же, сейчас. Да, то есть, вот, вы готовы его, готовы его простить, вы готовы его принять обратно. Если да, то почему, какой ценой, да. То есть, я имею ввиду, если он, если он вот просто завтра придет к вам и скажет, мол, дорогая, прости, я вот не знаю то, что со мной было и так далее. Вот. Что вы, и что вы будете делать в этом случае, что вы будете делать в этой ситуации. Вот. Совершенно очевидно, что это произошло не случайно. Да, вот, совершенно очевидно, что у этого были какие-то свои причины. Вот. А если вы хотите, если вы хотите, то с причинами, с этими можно разобраться. То есть, можно изучить и исследовать, что за причины просимулировали на вашего мужа вести себя так. Вот. Вот. Ну, если вы считаете, что в студии замешана магия, то мне не очень понятно, почему вы обратились к нам. Я имею ввиду психологам. То есть, как психолог вам может помочь в этом. Ибо в магии мы, к сожалению, не разбираемся. Вот. Я знаю точно, что такие вещи происходят тогда, когда человек не удовлетворён и долгое время не чувствовал себя удовлетворённым. Я знаю точно, что то, что происходит с ним сейчас, это компенсация. Компенсация того, что он, возможно, не получал с вами. Вот. Я также знаю, что это определённый бунт. То есть, мужчина бунтует. С чем это связано? Да. То есть, может быть, это связано с тем, что он не совсем зрелая личная личность. Ага. Может быть, это связано с тем, что в отношениях с вами он был несчастен. Вот. Я не знаю. Правда. Я не знаю. Но вы можете это узнать. Вы можете это проанализировать. Вы можете это исследовать. И вы узнаете. Вы узнаете. И у вас будет понимание о том, почему такая ситуация вообще стала возможной. Вот. Вам правильно, Кудрычёв Игорь Леонидович написал, что всегда легче найти виноватых, чем признать, что в том, что случилось. Да. И, может быть, есть и моя ответственность. Что-то, может быть, и я проложил к этому руку. Может быть, и из-за меня, из-за моих действий что-то из этого случилось. Вот. Поэтому давайте всё-таки не будем торопить события. Да. Давайте всё-таки сперва совсем разберёмся. Разберёмся. Вот. Я предлагаю вам подступить именно так. С другой стороны. С другой стороны, вот что лично для вас, лично для вас означает тот факт, что ваш муж от вас ушёл? То есть лично для вас, что это значит? Лично вы это как воспринимаете? Лично вы что испытываете? Ну вот, сейчас, например, на данный момент, как вы, ну скажем, например, воспринимаете, оцениваете его поведение, да, вот, вот давайте попробуем на этом заострить внимание, давайте попробуем об этом подумать, вот. У вас, у вас двое детей, правильно я понял, нет? А, просто то есть, что нас двое детей, бросил нас детьми, вот. Дети пережива, дети пережива. И вы тем, что ведете себя, ведете себя так, к сожалению, вряд ли способствуете тому, чтобы детям было лучше. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, и об этом тоже. Это важно. Да? Дальше. Идем. Вы пишите, что мужчина бросил нас с детьми, с детьми. Бросил. Бросил меня. То есть это позиция такая, знаете, как, типа, позиция жертвы. Жертвы. То есть вот я такая, вот меня бросили, и все. Это жертвенная позиция. Понимаете? Что-то. Мне думается, мне думается так, мне думается так, что вам нужно выходить из позиции жертвы. То есть, что значит выходить из позиции жертвы, да? Брать личный ответ на себя, опять же, да, это то, что говорил мой коллега. Вот. На личный ответ, но тем не менее. Смотрите в интернете, там треугольник Карпмана, я думаю, что вам, ну, станет более понятно, что происходит. Ладно. Ладно. Вот. А, наконец. Дальше. Вы пишите, что, что она в квартиру пьет и развлекается с женщинами. Ну, а она, на что пьет? От получат ее деньги. Что это означает, опять? Чего он хочет? Вы спрашивали у него, почему он так поступает? Вы спрашивали у него, почему у него, ну, почему у него есть такая вот потребность это делать? Вот. Вот вы говорите, что, вы говорите о том, что, вы любили друг друга. А, я верю в то, что, вы друг друга любили. Я верю в то, что вам, ага, что вам казалось, что, а, между вами, да, вот между вами, а, все хорошо. Я верю в это. Но, как видите, получается, что вы друг друга не так-то уж и любили, по крайней мере, может быть, может быть, любили его вы, да, может быть, любили его вы. Но, получается, получается, что вас он, он либо любил не так сильно, вот, либо здесь есть еще какая-то проблема, которой вы, ну, к сожалению, не говорите, вот. И здесь нужно смотреть, опять же, с чем мы имеем дело, да? То есть нельзя говорить, нельзя говорить, нельзя говорить за, ну, за других людей, нельзя говорить за других людей. То есть можно говорить только за себя, да? Вот. Можно говорить только за себя, но нельзя говорить за других. А вы получаете это делать, вы получаете это говорить за других, вот. И мне кажется, что это вот одна из ключевых ваших, недоработок, вот. Потому что, возможно, именно это давление мужчина на себе и испытывает, когда вот с вами находятся в отношениях, понимаете? Какая история. Вот. Поэтому это то, что я могу вам, опять же, как психолог, да, сказать. Исключительно только, как психолог. Вот. Ни в коем случае не как эзотерик, да, ни в коем случае не как маг. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.